Здравствуйте, дорогие ребята! В начале урока мы с вами попробуем разгадать кроссворд. Откройте тетрадь и возьмите ручку. Ответив на эти вопросы, вы не только определите тему урока, но и вспомните тот материал, который мы с вами прошли на прошлом уроке. Как называется сборник разнообразных карт? Атлас. Второй по величине материк. Африка. Кто ввел понятие география? Эратосфен. Атлантический. Это океан. Океан, омывающий материки Евразию с юга. Индийский. Как называется наука, связанная с построением карт? Картография. Кто разработал теорию картографических проекций? Меркатар. Как называется небольшой участок суши со всех сторон, окруженный водой? Остров. Как называется огромный массив суши? Материк. Молодцы, ребята! И получилось у нас слово литосфера. Сегодня на уроке мы с вами вспомним, что такое литосфера и рассмотрим, как образовались материки и океаны. Человек издавна стремился познать мир, который его окружает, и прежде всего Землю, его дом. Ребята, как вы думаете, какой возраст нашей планеты? Абсолютный возраст Земли по современным представлениям 4,6 миллиардов лет. Как возникла Земля? Этот вопрос волновал человечество не одно тысячелетие. Первые гипотезы, то есть научные предположения о возникновении Земли, стали появляться только в XVIII веке. Когда наука накопила достаточное количество сведений о нашей планете и о Солнечной системе. Из современных взглядов на происхождение Земли наиболее распространенным считается гипотеза известного ученого Отто Юлевича Шмидта. Он полагал, что миллиарды лет назад Солнце было окружено гигантским холодным газопылевым облаком. Сегодня за точку отсчета исследователи принимают большой взрыв, произошедший около 14 миллиардов лет назад. Ранняя Вселенная — это пространство высоких энергий, высоких температур, высокой плотности. В ней идут процессы образования материи, физических сил и химических элементов в современной форме. К интересующему нас моменту процесс творения шел почти 9 миллиардов лет. Тогда в одном из уголков Вселенной на окраине галактики «Млечный путь» стали происходить важные события. Здесь готовилось место для рождения нашей планеты. В спиралевидном рукаве, в облаке межзвездного газа и ледяной пыли взорвались две сверхновые звезды. Импульс этих взрывов встряхнул гигантское газопылевое облако и запустил процесс формирования новой звездной системы. Здесь, в потоке энергий, элементов и первых веществ, образовалось Солнце и целая свита его планет. В удаленных областях из водорода и гелия формировались газовые гиганты. А из твердых элементов – кремния, магния, железа и никеля – строились планеты, ближайшие к Солнцу. Около 4,5 миллиардов лет назад возникла Земля. Юная планета подвергалась частым ударам других небесных тел. Метеориты и кометы разогревали поверхность Земли. Столкновение с планетой Тейнер привело к формированию Луны, нашего естественного космического спутника. Но что происходило дальше? На протяжении огромного периода времени происходил процесс развития нашей планеты. Формировалась земная кора. Появлялись первые океаны и материки, которые непрерывно меняли свои очертания. Почему облик поверхности Земли постоянно изменялся? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте с вами вспомним внутреннее строение Земли. Земля состоит из ядра, который составляет 17% от объема Земли. Затем следует мантия, 82% от объема Земли. И самая верхняя часть внутреннего строения – земная кора, 1% от объема Земли. Ребята, вы знаете, что земная кора делится на две части – материковая и океаническая. В чем же между ними разница? Ученые предполагают, сначала на Земле образовалась древняя океаническая кора. Позднее стала формироваться континентальная кора. Океаническая земная кора тоньше материковой. Она имеет общую мощность 5-10 километров. Это связано с геологическим строением. Океаническая земная кора состоит из двух слоев – базальтовый слой и осадочный чехол. Материковая земная кора состоит из трех слоев – базальтовый, гранитный и осадочный чехол. И имеет мощность в горных районах до 60-75 километров, а на равнинах 30-40 километров. Земная кора и верхняя часть мантии, которые находятся в твердом состоянии, образуют оболочку Земли, которая называется литосферой. Литосфера не является однородным панцирем планеты. Она разбита глубокими трещинами, которые уходят на большую глубину и достигают мантии. Эти гигантские трещины делят литосферу на плиты. Ребята, как вы думаете, почему так происходит? Все дело в том, что движение тектонических плит использует внутреннюю тепловую энергию. В мантии находится особый пластичный слой – астиносфера. Участки литосферы с земной корой разной плотности плавают в нем подобно гигантским айсбергам. Первым заговорил о дрейфе материков немецкий ученый Альфред Вегенер. В 1912 году он поразил мир странной гипотезой, названной им гипотезой дрейфа материков. Примерно 300 миллионов лет назад был лишь один материк, который назвали Пангея. Со всех сторон он омывался океаном Панталаса. Около 200 миллионов лет назад Пангея начала раскалываться и разделилась на две части – Лавразию и Гондвану, которые разделял океан Тетис. Еще через 40 миллионов лет от Гондваны отделилась Индия и Антарктида вместе с Австралией, а от Лавразии начала отделяться Северная Америка. Затем разделились Южная Америка и Африка. 80 миллионов лет назад разделились Антарктида и Австралия. Данные исследований показывают, что Антарктида была таким же цветущим континентом, как и Австралия. Далее Северная Америка соединилась с Южной, а Индия присоединилась к Азии. На месте соединения образовались высочайшие горы Гималайи. Сегодня материки по-прежнему движутся со скоростью несколько сантиметров в год. Литосфера разделена на 7-9 крупных плит и десятки мелких, называемые литосферными плитами. Это большие блоки литосферы толщиной от 60 до 100 километров, состоящие из океанической и материковой земной коры. Литосферные плиты постоянно находятся в движении. Ребята, посмотрите на карту. На карте стрелками показано, в каком направлении перемещаются плиты. Если плиты расходятся, земная кора не может растягиваться до бесконечности. Поэтому при расхождении литосферных плит происходят ее разрывы и разломы. По этим разломам к поверхности начинает перемещаться расплавленное вещество мантии. Наибольшей длины и глубины разломы достигают на дне океанов. Здесь находятся срединоокеанические хребты, с которыми связаны подводные извержения. Фактически это огромный, постоянно действующий подводный вулкан. Вегенер ошибся. Это не материки движутся. Это между ними постоянно возникает новое дно океана. Океаны, расширяясь в зоне срединных хребтов, раздвигают материки. Могут ли такие разломы появиться и на материках? Да, могут. На суше их называют рифтовыми разломами. Самая крупная материковая зона растяжения находится в Африке. Великий восточно-африканский разлом. А в центре Евразии находится замечательное озеро Байкал. Замечательное оно не только своей удивительно чистой водой, но и своей формой и глубиной. Озерная вода заполняет огромную трещину, возникшую в зоне растяжения земной коры. Пройдет несколько сотен миллионов лет, и эта трещина разделит Евразию на две части. На два новых материка. Ребята, литосферные плиты могут перемещаться и параллельно друг к другу. Здесь меняется форма объектов, расположенных на поверхности. Образуется разлом. Таких разломов не так много на нашей планете, но они есть. Самый заметный из них – это разлом Сан-Андрес на крайнем западе Северной Америки. Столкнулись два участка материковой земной коры. Они оба одинаково толстые, массивные и со страшной силой давят друг на друга. Уступать никто не хочет. Но от этого огромного давления нужно куда-то уходить. Куда? Назад явно не получается. Вниз можно. И в районе такого столкновения происходит опускание земной коры. Поверхность земли прогибается. Но столкновение продолжается. И наступает такой момент, когда опускание вниз становится невозможным. Ведь там не пустота, а мантия, которой тоже не нравится, когда на нее давят. И тогда опускание сменяется подъемом. Суша становится гористой, и высота гор постепенно растет. В результате такого столкновения и сформировались горные хребты. Такие как Гималайи, Тяньшань, Альпы, Кавказ и многие другие. Еще интереснее происходит столкновение участков материковой и океанической земной коры. Представьте, с одной стороны мощная, тяжелая материковая кора, а с другой тонкая и пластичная, океаническая. И вот они и сошлись. Океаническая земная кора, которая тоньше материковой, почти в 10 раз не выдерживает при столкновении давления и подныривает под материковую земную кору. Она опускается все ниже и ниже. Материковая же земная кора, наползая на нее, приподнимается и сминается в складки. Таким образом, в результате, образуются две совершенно разные формы рельефа. На краю материка поднимаются высокие горные хребты, которые называют береговыми. А в океане, в непосредственной близости от берегов, возникает глубоководный желоб. Столкновение двух участков океанической земной коры – явление довольно редкое. Наблюдать его можно лишь в западной части Тихого океана. В результате формируются глубоководный желоб и подводный горный хребет. Вершины этого хребта выступают над поверхностью воды в виде цепочки вулканических островов. Эти цепочки называют островными дугами. Например, Марианские острова и рядом Марианский желоб – самое глубокое место в мировом океане. Ребята, земная кора образует две совершенно разные тектонические структуры – платформы и складчатые пояса. В основании современных материков лежат древние, относительно устойчивые и выровненные участки земной коры – платформы. В пределах платформ происходит только медленные движения, и поэтому платформенные области выглядят такими спокойными. Все, что не является платформами, относится к складчатым поясам. Складчатые пояса окружают древние платформы. На границах литосферных плит, где происходит столкновение или расхождение плит, находятся сейсмические пояса. Это области землетрясений и вулканизма. Выделяют три сейсмических пояса. Тихоокеанский пояс возник в результате сложных процессов воздействия нескольких плит, граничащих с тихоокеанской плитой. Так как в этих процессах участвует океаническая, более тонкая земная кора, то здесь образовалось огромное количество действующих вулканов. По этим разрывам вещество мантии и поступает к поверхности земли. Он охватывает побережье Камчатки, Аляски, западное побережье Северной и Южной Америки, далее тянется к Австралии, проходит через Индокитай, побережье Китая и захватывает Японию. Альпийско-гималайский пояс связан с зоной сжатия на стыке Евразийской и Индоавстралийской литосферных плит. Здесь процесс идет очень давно, благодаря чему сформировались высочайшие горные цепи, например, Гималайи, Кавказ. А под горами, как вы помните, залегает самая толстая материковая земная кора. Поэтому действующих вулканов здесь почти нет. Зато есть множество потухших вулканов. И, конечно, происходят частые и сильные землетрясения. Альпийско-гималайский пояс идет широкой полосой от Португалии через Италию, Балканский полуостров, Турцию, Иран, страны Юго-Восточной и Средней Азии, выходят при Байкалью и на побережье Тихого океана соединяются с первым Тихоокеанским поясом. Третий пояс протягивается срединно-океаническими хребтами Атлантического и Индийского океанов. Итак, именно границам литосферных плит приурочены сейсмические и вулканические явления. Людям, живущим в районе, которые находятся вдалеке от таких границ, не стоит опасаться внезапного землетрясения или извержения вулкана. Поверхность Земли из-за длительного геологического формирования очень разнообразна. И совокупность всех неровностей земной поверхности называют рельефом. Средняя высота у разных материков разная. Как и средняя глубина дна у океанов тоже не одинакова. Самый высокий материк Евразия. Самый глубокий океан Тихий. Рельеф земной поверхности постоянно меняется в результате взаимодействия внутренних сил, землетрясения и вулканическая активность. И внешних сил, работа текущих вод, ветра, подземных вод, ледников, морского прибоя, растений и животных. И даже деятельности человека, которое в настоящее время становится геологической силой. Процесс разрушения горных пород под воздействием внешних сил называется выветриванием. Облик поверхности постоянно меняется. Вспомним разговор о литосферных плитах. Особенно то место, где речь шла о процессах, происходящих в зонах сжатия или столкновения плит. Это один из способов появления гор. Кстати, теперь нам становится понятным, почему горы образуют длинные хребты. Ведь столкновения литосферных плит происходят не в одной точке, а по всей границе между плитами, то есть по линиям. Вдоль этой линии и возникают горные хребты. По происхождению горы бывают складчатыми, глыбовыми, вулканическими и горами-локалитами. Складчатые и глыбовые горы возникают в зонах сжатия земной коры на границах сталкивающихся литосферных плит. Образование вулканических гор и гор-локалитов связано с подъемом вещества мантии к поверхности земли. Горы имеют разный возраст в зависимости от того, в какое время они стали формироваться. По высоте различают низкие до 1000 метров, средние от 1000 до 2000 метров и высокие горы выше 2000 метров. Равнины занимают большую часть материков. По абсолютной высоте над уровнем моря равнины делятся на низменности, возвышенности и плоскогория. Низменностью называются равнины, не превышающие 200 метров над уровнем моря. Плоскогория – это равнины, приподнятые на высоты более 500 метров. Промежуточное положение по высоте занимает возвышенности. По внешнему облику равнины могут быть плоскими, холмистыми и ступенчатыми. Соотношение гор и равнин в рельефе южных и северных материков не одинаково. Ребята, а теперь давайте закрепим с вами пройденный материал. Под какой цифрой происходит столкновение плит океанической и материковой? Правильный ответ под цифрой 2. Под какой цифрой происходит столкновение океанической земной коры с океанической? Правильный ответ под цифрой 2. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok